В борьбе за безопасную среду В борьбе за безопасную среду 24 июня на полигоне Песочная на старт всеармейского этапа армии 2019 выйдут экипажи радиационной, биологической и химической разведки. В преддверии состязаний, в ходе которых определятся те, кто отправится отстаивать честь страны на конкурсе «Безопасная среда» в Китайскую Народную Республику, наш разговор с начальником войск РХБ защиты генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым. Игорь Анатольевич, состязание «Безопасная среда» по праву входит в число наиболее зрелищных соревнований армейских международных игр. Расскажите, в чем его особенность? Претерпела ли соревновательная программа изменения в этом году? Во-первых, хочу отметить, что конкурс «Безопасная среда» нацелен на выявление лучшего экипажа РХБ разведки. И в этом году на площадке соревнований вновь в честной борьбе сойдутся 12 команд, прошедших сквозь горнила отборочных этапов. Все задачи, поставленные перед ними в ходе конкурса, будут соответствовать реальной боевой обстановке. Это как ведение РХБ разведки, в том числе и дистанционно с использованием специальной аппаратуры, на труднопроходимых участках местности, обнаружение радиационного источника на автомобильной технике, так и проведение частичной специальной обработки. При этом, чтобы добраться до места проведения работ, конкурсантам предстоит преодолеть водную преграду на БТР. В этом году, как и в прошлом, в программу конкурса будет включена практическая стрельба из автомата на время по целям со сменой огневой позиции. Экипажи РХБ разведки, учитывая специфику профессии, будут выполнять ее в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Это одновременно очень сложное и интересное соревнование, требующее дополнительной подготовки. Одним же из наиболее зрелищных состязаний станет преодоление огненной штурмовой полосы протяженностью 550 метров, состоящей из 13 различных препятствий. Здесь проверку пройдет физическая выносливость военнослужащих. Всего же в ходе конкурса «Безопасная среда» каждым членам экипажа будут выполнены 24 норматива по специальной подготовке и РХБ защите. Для объективного контроля в этом году будут увеличено количество видеокамер на всех этапах с отображением в онлайн-режиме того, что происходит на каждой из площадок. Всяармейский этап конкурса стартует уже через несколько дней. Этому предшествовали серьезная подготовка и отборочные этапы. Как охарактеризуете проделанную работу и кого мы увидим на полигоне «Песочная», который стал уже традиционным местом состязания военных химиков? Действительно, масштабы работы, без всякого преувеличения, впечатляют. В отборочных этапах приняли участие свыше 700 экипажей РХБ разведки, более 2000 военнослужащих из частей непосредственного подчинения, военных округов, видов и родов войск, Северного флота, 12-го главного управления Минобороны и Росгвардии. Но все же в борьбу за право отстаивать честь страны на международном уровне вступят 12 команд экипажей химиков-разведчиков. На ряду с военнослужащими мужчинами на старт в этом году выйдут и девушки-курсанты Военной Академии РХБ защиты имени маршала Советского Союза СК Тимошенко. Помимо этого, в целях расширения географии военного сотрудничества принять участие в российском этапе безопасной среды мы предложили иностранным военнослужащим, проходящим сегодня обучение в нашем ВУЗе. Для них специально разработаны варианты конкурсной программы. Своё участие подтвердили команды из Анголы, Лаоса, Камбоджи и Киргизии. Правда, пока и девушки, и иностранные курсанты соревноваться будут вне зачёта. За время существования безопасной среды среди конкурсантов сложились свои лидеры. Это военнослужащие 1-й мобильной бригады РХБ защиты и курсанты Военной Академии имени маршала Советского Союза СК Тимошенко. Ещё ни разу они не уступили первенства, поделив между собой призовые места. У кого, на ваш взгляд, учитывая результаты отборочных этапов, есть шанс оспорить это лидерство? С каждым годом, в том числе благодаря эффекту состязательности и приобретённому в ходе конкурса опыту, растёт мастерство и уровень боевой подготовки военнослужащих. Как следствие, растёт и конкуренция в борьбе за победу. Но тем интереснее следить за ходом конкурса. На мой взгляд, шансы есть у каждой из 12 команд. И мне бы хотелось пожелать всем удачи. Однако отметить по итогам уже достигнутых результатов, помимо признанных лидеров, мне бы хотелось команды 27-й отдельной бригады РХБ защиты и 12-го главного управления Министерства обороны РФ. В отборочных этапах всеармейского конкурса «Безопасная среда» приняли участие свыше 700 экипажей РХБ разведки, более 2000 военнослужащих. Вы уже упомянули об эффекте состязательности, поэтому хотелось бы уточнить, как конкурс повлиял на уровень профессионального мастерства специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты. Хочу также отметить, что с 2017 года всеармейские состязания стали проводиться не только среди специалистов РХБ разведки. Сегодня в профессиональном мастерстве соревнуются также экипажи радиационной, химической и биологической защиты и огнеметные подразделения. Эти конкурсы получили название «Специальный район и Белое солнце». Не остались в стороне и подразделения аэрозольного противодействия. Площадкой проведения всех этих состязаний выступает полигон 1-й мобильной бригады, что способствовало развитию и совершенствованию учебно-полевой базы части. Так, в соответствии со спецификой выполняемых задач было создано 4 учебно-тактических поля, усовершенствованное и дооборудовано войсковое стрельбище, танкодром, директриса боевых машин. Обновленная учебно-материальная база стала не только площадкой проведения конкурсов различного уровня, Сегодня это еще и место для подготовки высококвалифицированных специалистов войск РХБ защиты, повышение уровня боевой подготовки которых зависит в том числе и от растущей в подразделениях состязательности, и от обмена опытом в ходе армии. Подтверждение мастерства это не только победные медали и кубки. Эта заслуженная оценка отлична на маневрах «Восток-2018», которые проводились совместно с военнослужащими Народно-освободительной армией Китая, высокие показатели в стратегическом учении «Запад-2017» и комплексных противоаварийных мероприятиях на Балаковской АЭС. Закономерностью стало и то, что в каждом подразделении, экипажи которого участвовали в конкурсах, появились ударные роты. В прошлом году этот статус был присвоен сразу 4 ротам 1-й мобильной бригады РХБ защиты. Не стоит забывать и о еще одном немаловажном факторе. Армейские игры давно уже вышли за рамки масштаба вооруженных сил. Сегодня они приковывают к себе интерес общества, привлекая внимание и до призывной молодежи. А это в свою очередь способствует популяризации армии, повышению интереса к прохождению военной службы. Среди вновь прибывающего в первую мобильную бригаду молодого пополнения, немало тех, кто имеет представление о специфических задачах войск радиационной, химической и биологической защиты благодаря репортажам об армии. А во время проведения игры они вместе со всей частью переживают и болеют за своих сослуживцев, разделяя радость победы, огорчаясь поражением, что формируют благоприятный социальный климат в воинском коллективе, в котором многие из призывников изъявляют желание остаться, продолжив службу по контракту. В передовой бригаде, являющейся отличником боевой подготовки, стремятся служить лучшие выпускники военной академии РХБ защиты имени маршала Советского Союза СК. Тимошенко Игорь Анатольевич, забегая вперед и учитывая, что международный этап конкурса «Безопасная среда» будет проходить в Китае, с какими трудностями предстоит столкнуться победителем российского этапа на армии и кто наши главные соперники. Своё участие в международном конкурсе, который пройдет в Китае, подтвердили, включая Россию, семь стран. Представители четырех государств изъявили желание присутствовать в качестве наблюдателей. Считаю, что главные наши конкуренты это, в первую очередь, хозяева конкурса, а также Египет и Вьетнам. Уже несколько лет мы делим призовые места, причем отрывы в некоторых конкурсах минимальны. Что же касается особенностей самого места проведения международного конкурса «Безопасная среда», то мы уже с ними знакомы. Состязание между экипажем ЮРХБ разведки будет проходить в Китае не в первый раз. Китайский полигон Корла построен по аналогу с нашим «Песочная», серьезных отличий нет. Все конкурсные упражнения и препятствия схожи. Разница только в климатических условиях. Полигон располагается в пустыне, нет водной преграды, она заменена другим упражнением. И то, что днем здесь шкала термометра может подняться до 40 градусов, это серьезное испытание для нахождения в такую погоду в средствах индивидуальной защиты. Но я убежден, что наши специалисты РХБ разведки, невзирая ни на какие трудности, способны обеспечить безопасную среду в любой точке нашей планеты, что в очередной раз докажут на полигоне Корлов в Китае. Осталось только определить лучший экипаж, который будет отстаивать честь страны. Юлия Козак, красная звезда фото из архива войск РХБ защиты.